Здравствуйте, уважаемые зрители моего канала. Сегодня видео о Градском под названием «Урок всем нам». В связи с кончиной Градского я еще вчера, в день его смерти, решил сделать небольшое видео с двумя целями. Первое – это сказать пару слов о всенародной культурной утрате, пусть об этом уже и говорили многие. И второе, о чем никто не говорит при уходе очередного всенародно известного деятеля культуры, науки и иной сферы жизни. Это донести до всех живых людей призыв, задуматься о своем здоровье и здоровье своих близких, пока еще можно что-то исправить. Итак, вчера утром стало известно, что в воскресенье в 2 часа 10 минут утра на 73-м году жизни скончался гениальный певец, голос которого не имеет аналогов – Александр Борисович Градский. Это огромная утрата и урок всем людям, и не только в том, что надо бы уметь ценить то, что есть, пока это есть, но и в другом. За два дня до смерти Градского его увезли в больницу, так как он потерял сознание дома, в результате был инфаркт головного мозга вследствие инсульта. Проблемы с сердцем были у него давно, было и низкое давление, и головокружение, в общем, сердечная недостаточность. Как говорят на программу «Голос», его доставляли на последние выпуски на носилках, в прямом смысле слова. И пусть некоторые говорят о его плохом характере, но отношение к долгу, к профессии, к работе у него было немыслимое. По крайней мере, было хорошо видно, как он сидит в кресле программы, как он говорит, еле-еле, очень мало. Видно было, как он сдал и как ему плохо. Не все знают, что свою музыкальную карьеру он начал, создав, будучи 16-летним школьником, в 66-м году группу «Скоморохи». Он сам писал песни, рок-оперы и даже балеты. Но всенародно известным он стал после исполнения шедевра Александра Николаевны Пахмутовой и Николая Николаевича Добронравова «Как молоды мы были», а потом и других гениальных песен Пахмутовой. Именно Александра Николаевна добилась появления на советском ТВ неформального по внешнему виду «Градского». Она его очень любила. Представляю, какая для нее сейчас огромная утрата. Давно хотел я сделать видео про Александру Николаевну, все несколько лет не могу себя заставить, а надо бы. Мало кто знает, что Градский написал музыку к более чем 40 художественным фильмам, нескольким десяткам документальных и мультипликационных фильмов, среди которых, например, «Легенда о старом маяке» 1976 года, «Охота» 1979, «Следствие ведут знатоки», «Версия» 1985 года, «Великолепная музыка», «Перевал» 1988, «Узник замка Ив» 1988 года, «Стереотипы» 1989 в августе 44 в 2001 и так далее. В некоторых фильмах Градский пел сам. Послушайте его исполнение из кинофильма «Узник замка Ив». Он написал и поставил три балета. Его голосом поют персонажи многих советских мультфильмов, например, «Принцесса и людоеды» или герой мультфильма «О голубом щенке». Непременно послушайте песню «Моряка». И, конечно же, я рекомендую вам непременно послушать хотя бы вот эти песни «Нам не жить друг без друга», «Как молоды мы были», «Яростный стройотряд» и другие песни Пахмутова в исполнении Градского. Песня о корабле из кинофильма «Свой среди чужих, чужой среди своих». Песню из кинофильма Андрея Кончаловского «Романс о влюбленных» 1974 года. Хотя бы это. Под видео я дам ссылки, рекомендации, что стоит послушать, вспомнить, насладиться голосом и энергией, той эпохой, той искренностью, теми чувствами которых в наши дни быть просто уже не может. Сам я смотрел иногда программу «Голос». Когда Градский принимал там участие, мне было очень интересно видеть, кто и чем из молодых исполнителей покорил его, и репертуар, который он потом подбирал своим ученикам. Уже три недели назад, видя очередную программу, я сказал своей жене, что боюсь, что Градскому осталось жить совсем немного. Он очень плохо, еле дышит, говорит, с огромными усилиями. В любой момент может произойти непоправимое. А в эту прошлую пятницу, когда Градский находился уже в больнице, он был совсем плох. Сейчас много появилось статей и видео с названиями вроде «Все в шоке». Давайте будем честны. Почему в шоке? Ведь насколько Градский был гениален как певец, и человек преданный своей работе, профессии, настолько же он был болен физически, благодаря неправильному, мягко говоря, отношению к своему здоровью. Вы же все видели, какой у него был вес. Да там килограмм восемьдесят лишних. Это какая нагрузка на все органы системы, а это что? Это только одна причина – неправильное, неадекватное питание. И слабости. Обычно говорят, такие люди были рабами своего желудка. Возможно, отчасти не было глубины понимания данной своей проблемы или силы воли, но сейчас уже ничего не поправишь. Плюс ко всему, он курил и с раннего возраста курил. А при ожирении, больном сердце удивительно другое, что он прожил так долго – 72 года. Я не знаю, употреблял ли алкоголь он в последнее время, но вообще в своей жизни потреблял и, скорее всего, немало. С учетом богемных тусовок и тому подобное. Очень жаль, очень, что люди сами у себя крадут по глупости годы, а порой десятилетия жизни, потенциальной своей жизни. А вы вспомните, что тому же Зацепину, гениальнейшему композитору, сейчас 96, и как он выглядит и себя чувствует в свои годы. А до 70 лет, пока он не попал в автомобильную аварию, он делал сальто, прыжок назад через голову. Когда у него был юбилей, он сам показывал холодильник, что и сколько он ест, на горсти одной руки за один прием. А ведь он Зацепин годится градскому в отцы. Урок тут очень прост. Всегда есть определенная причина. Многие люди хорохорятся и живут как хотят, едят что хотят, сколько хотят, когда хотят, курят, пьют, пока запас прочности еще есть, и все более-менее со здоровьем нормально. И многие люди жалеют, когда уже слишком поздно, как, например, незадолго до своей смерти великий Магомаев сказал о своем курении, хотя раньше глумился над этой темой. Я вас прошу задуматься, всех живых людей, над этим, над всем задуматься, перестать заниматься глупостями и самообманом, и не терять драгоценное время в обмен на вредные идиотские пристрастия. Ведь время лишним не бывает. И сколько можно было бы всего сделать за это лишнее, так сказать, время. Ведь мы, люди, живем не для того, чтобы сладко есть, а едим, чтобы жить, для того, чтобы созидать. По крайней мере, именно так должно быть. Но об этом, впрочем, почти все мои лекции по здоровью, а их вы можете при желании посмотреть на моем, вот этом самом, YouTube-канале. А на этом, пожалуй, все. Пишите свои комментарии, оставляйте свои мнения, оценивайте данный мой, если хотите, крик души.